Сегодня здесь пролилась кровь и это хорошо. Акция «Стань донором, спаси жизнь» накануне уже прошла в Бийске, Рубцовске. Там донорами стали 300 человек. В Барнауле акция проходит второй день. Мобильный пункт будет работать на площади Сахаровой еще три дня до конца рабочей недели. В день станция может принять до 120 людей, могут сдать кровь. Нужно всех желающих с 8.30 до 12. Я понимаю, что это важное мероприятие и думаю, что моя кровь кому-то может помочь. Все хорошо, очень понравилось, напоили соком. Глаз, во, всем советую. Сегодня желающих сдать кровь не так уж и много, поэтому у меня это получилось сделать практически без очереди. И весь процесс, начиная от заполнения анкеты до самого забора крови, занял минут 30 от силы. А здесь кровь принимают каждый день, чтобы вовремя пополнить ее запасы. Краевой центр крови. Сегодня сюда почти всем коллективом пришли сотрудники Алтайской таможни. Я сдаю уже не первый раз. В прошлом году мы два раза сдавали. Наши сотрудники помимо акций всегда сдают кровь, поэтому всегда являются донорами. Сотни пакетов ждут своего часа, чтобы спасти чьи-то жизни. В центре управления запасами крови круглосуточное дежурство, потому что аварии, операции и роды не спрашивают, когда им случится. Статистика неутешительная. Каждому третьему жителю Земли в течение жизни требуется переливание. Ежедневно в Алтайском крае мы выдаем порядка 50 литров эритроцит-содержащих компонентов, около 30 литров свежезамороженной плазмы. Для того, чтобы нам пополнить запасы и обеспечивать вот такую выдачу каждый день, к нам должны приходить не менее 200 доноров ежедневно. То есть к нам, я имею в виду, Бийск, Крупцовск, город Барнауэль. За 24 часа донор может есть овощи, фрукты, крупы, мясо птицы. А вот от жирных и молочных продуктов, яиц, колбасы и рыбы стоит воздержаться. За 2 часа до сдачи нужно отказаться от сигарет, а вот от алкоголя за 48 часов. Мужчины могут сдавать кровь 5 раз в год, женщины 4 раза. Кстати, каждому донору важно прийти на сдачу крови повторно через 4 месяца. Все это время плазма находится на карантине и требуется повторное исследование крови. Только после этого плазму передают в больницу, иначе все было зря. Сейчас в Алтайском крае почти 14 тысяч почетных доноров. Эти люди сдали кровь больше 40 раз. Можно только представить, сколько людей они спасли. Ведь доза цельной крови может помочь 3 пациентам. А если сдавать кровь 4 раза в год, вы можете спасти уже 12 человек. Самое главное, человек должен понимать, что он проявляет свои лучшие человеческие качества. Поскольку он делится капелькой себя с человеком, которому наиболее важна помощь в эту секунду. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.